Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Действующие лица» и я, Кристина Сорокина. В гостях у нас сегодня начальник отдела комфортной городской среды Департамента городского хозяйства ИТЭК, администрация города Краснодара Артем Соломатин. Артем Анатольевич, я приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Артем Анатольевич, мы с вами встречались уже не один раз, но говорили мы с вами о приближающемся еще тогда голосовании за благоустройство зеленых зон в 2022 году. Оно уже стартовало и вот хотелось бы узнать, поговорить именно о том, что же происходит именно сейчас. Сейчас следите ли вы за количеством проголосовавших, то есть мониторите ли как-то вот именно мнение, скажем, да, тех, кто уже, ну, то есть количество тех, кто уже проголосовал? Да, конечно, голосование у нас началось с 26 апреля, ранним утром уже люди все ринулись в бой и, к сожалению, федеральная платформа, которая сейчас действует по всей стране, немножко, наверное, не выдержала и вот бывают сбои у нее. К сожалению, еще пока нет актуальных сведений именно в разбивке по территориям, то есть есть общая цифра по городу, но, к сожалению, нет понимания, какая территория лидирует, какая отстает. Вот, может быть, это наладится в дальнейшем, так как в целом вся система немножко пока подвисает, но, может быть, это будет выполнено уже разработчиками из федеральных органов. А вот это вот количество проголосовавших, это какие-то открытые данные, вы их из открытых источников сами получаете или это какая-то все-таки внутренняя информация, которая доступна только административным органам? Ну, вот это внутренняя информация и то это просто цифра, то есть пока больше информации нет, к сожалению. Ну, то есть, по сути, все будет только вот после 30 мая? Да, мы, скорее всего, чтобы не обнадеживать жителей, лучше мы скажем, что сейчас главное активно голосовать, а потом уже результаты мы увидим после завершения голосования, соответственно, утвердим их на нашей комиссии, муниципальной общественной комиссии по формированию комфортной городской среды, и, естественно, это все опубликуем, и жители уже увидят, какие территории заняли первое место. То есть, ну, можно сказать, что и для вас это будет сюрприз, но в прошлые годы вы как-то могли отслеживать, да, вот этот вот рейтинг более или менее? Ну, тут не согласен, потому что в прошлые годы это было голосование очное, и мы его также отслеживали по мере подсчета голосов по итогам завершения голосования уже, поэтому, в принципе, ситуация остается прежней. Вот больше всего зеленых зон для голосования представлено в Прикубанском внутригородском округе, но это, конечно, связано с территорией, потому что округ становится только больше, и, соответственно, зеленых зон, общественных территорий для преображения это количество тоже увеличивается. Вот расскажите, пожалуйста, о самых, может быть, масштабных, больших территориях для преображения, которые выставлены на голосование. Да, Прикубанский округ, он, наверное, один из самых больших округов вообще по стране, и площадь у него огромная, и, соответственно, и общественных территорий там много, которые требуют благоустройства. Жители не зря такого количества и выдвинули на голосование. Самые большие и самые долгожданные территории, самая большая, это у нас парк в микрорайоне Молодежном, площадь порядка 4,5 гектар, по которой уже дорабатывается рабочая проектная документация, уже согласование с архитектурой края пройдено, получено от них разрешение, вот, и как только мы доделаем проект, пройдем экспертизу, мы можем уже заявляться, либо, если это успеем, в рамках других программ в этом году, либо уже по формированию комфортной городской среды на следующий год. Это тоже как проголосуют жители? Да, естественно, если жители ее выберут как первоочередную. Какие еще? Еще территории, это не намного меньше территория, это сквер героев-танкистов, 3,6 гектар, в поселке Колосис, там тоже очень красивая территория с большими взрослыми деревьями, очень такой уютный тихий парк получится, вот, наподобие, как сейчас в этом году благоустраивают городской сад Сосновый. Только Сосновый он с нуля делается, то есть там не было твердых покрытий, а тут есть тротуары, малая архитектурная форма, но их нужно приводить в порядок, чтобы эта территория заграла новыми красками. Ну, то есть база все равно есть, но есть над чем работать. Да, есть, конечно, там и мемориальные комплексы, то есть территория с богатой историей, ее необходимо приводить в порядок. А также это по округу бульвар Кругляковский, это вдоль улицы Восточно-Кругляковской, в районе 40 лет Победы, это территория вокруг прудов. Естественно, водоем, он придает особую красоту этой территории, получится что-то наподобие, может, Дмитриевского сквера. Также есть чуть поменьше территории в районе одного гектара, это сквер Академический в районе пересечения улиц Академика-Лукьяненко и Красных партизан, и сквер Лазурный в поселке Лазурном. Другие территории поменьше. Есть территории, допустим, которые находятся рядом, это как сквер Покрышкино и сквер Кореновский, которые, по моему мнению, нужно как-то сделать единым комплексом, объединить их, и тогда эта территория тоже получится около полутора гектар. То есть это как-то должно быть комплексно? Да, возможно, элементами уличной дорожной сети, это вдоль улицы Дзержинского, дублер Дзержинского, и вдоль него сделать какой-то широкий тротуар с велодорожкой и объединить эти две территории. И, я думаю, получится очень хорошо. Вы вот упомянули еще про бульвар Кругляковский. Хочу заметить, вот как раз вы говорили, что обращения иногда приходят от жителей. Я знаю, что какая-то произошла ошибка на сайте, и этот бульвар вылетел из общего списка. Да, вот на момент сегодняшнего эфира, к сожалению, техническая ошибка возникла, и сейчас разработчики из Минстроя это все восстанавливают. Мы держим это на контроле, пытаемся максимально ускорить их, но это также из-за того, что сайт висит, не получается у них как-то его обратно вернуть. Надеемся, скоро он вернется, и жители также смогут за него проголосовать. Я думаю, что это связано, наверное, с большим количеством пользователей, которые участвуют. Вот расскажите, пожалуйста, еще очень интересно об участии волонтеров в этом онлайн-голосовании. То есть, каким образом, вот в чем их работа заключается, каким образом они могут помочь горожанам, краснодарцам проголосовать, принять участие в этом проекте? Волонтеры, да, это очень большая помощь для тех людей, у которых нет средств для голосования, таких смартфонов, компьютеров, это пожилое население. Волонтеры у нас сейчас располагаются по, ну, располагаются или будут располагаться у нас точки расположения волонтеров, это крупные торговые центры, МФЦ некоторые, у них период работы будет либо с дня начала голосования до середины, и другие точки с середины голосования до конца голосования, и есть постоянно действующие точки. Вот, на примере, торговый центр-галерея, гипермаркеты «Лента» на российской и восточном обходе, также это МФЦ на Зиповской 5 и на Ливаневского. Я думаю, на сайте у нас появится эта информация, где работают волонтеры, и жители также смогут, может, даже придя в эти объекты по своим нуждам, но и также проголосовать параллельно по зеленым зонам. Давайте прямо сейчас прервемся ненадолго, сделаем короткую паузу, а после продолжим. Вы напомните нашим телезрителям об алгоритме голосования, и также обсудим некоторые конкретные территории, их возможные проекты, да, и то, что там находится сейчас. Хорошо. Вернемся через пару минут на телеканале «Краснодар». Не переключайтесь. Это программа «Действующие лица». Мы продолжаем. Напоминаю, в гостях у нас сегодня начальник отдела комфортной городской среды Департамента городского хозяйства и ТЭК Администрации города Краснодара Артем Соломатин. Артем Анатольевич, я еще раз рада видеть вас в нашей студии. И, конечно, тема онлайн-голосования, рейтингового голосования за благоустройство зеленых зон в 2022 году уже совсем скоро мы увидим, что получилось, да, какие территории оказались, окажутся в приоритете у горожан, то есть что получится вообще из этого всего. Сейчас бы хотела узнать у вас про конкретный проект. Меня вот, допустим, интересует бульвар Николаевский. Расскажите, пожалуйста, про особенности этого проекта и что же на этом месте вот сейчас в данный момент находится. Ну, смотрите, бульвар Николаевский – это одна из долгожданных территорий жителей микрорайона гидростроителей. Она уже на слуху не первый год. И одна из основных проблем, почему мы ее раньше не благоустраивали, это земельно-правовые вопросы. Много было земельных участков в частной собственности. Администрация их изымала, расторгала договора о аренде. Сейчас получилось максимально высвободить территорию вдоль улицы Автолюбителей от улицы Нефкипелова до улицы Валерия Гассия. В настоящий момент подготавливается уже рабочая проектная документация. Также проводится параллельное согласование с администрацией, с архитектурой Краснодарского края. И в настоящий момент эта территория просто лесополоса, можно ее по-разному назвать лес, который неблагоустроен. Посередине идут кусты водозаборов, кусты – это техническое название, объекты водоснабжения. И вокруг них эта территория располагается. В будущем, когда уже проект этот реализуют, это, мне кажется, будет одна из изюминок города вообще, как и сквер Дмитриевский. Потому что действительно очень интересная территория своим ландшафтом, своими зелеными насаждениями. И мы ее добавим элементами благоустройства, и она просто приобрезается на глазах. Соответственно, площадь всей территории, в первой очереди, больше 7 гектар. По второй очереди, я бы пока не рассказывал, потому что также там имеются земельно-правовые вопросы. И делаем все возможное, чтобы и там вернуть землю городу и благоустроить эту территорию. Но не всегда это получается, к сожалению. А по первому этапу это уже есть широкий бульвар, который, надеюсь, либо поэтапно в этом и в следующем году будет благоустроен. Вы вот упоминали и не один раз уже про Дмитриевский сквер. Но это действительно такой вот яркий, такой насыщенный, я бы сказала, пример воплощения данной федеральной программы в жизнь. То, за что голосовали люди, вот возьмите, получите. Это вообще прекрасная зеленая зона, которая радует и спортсменов, и, не знаю, мамочек с детьми. И вот вообще, в принципе, любая категория, да, все могут найти себе что-то вот интересное. И просто, в принципе, очень красивое место получилось. Это, насколько я знаю, это как бы была набережная Верхнего Покровского озера, да, как мы это называем, Карасунского озера. Вот что можно сказать о набережной Нижнего Покровского озера? Она тоже включена в данное голосование. Вот как содержит территорию на данный момент? Ну, то есть мы видим, что проводились и субботники на этой территории. То есть постоянно все равно и волонтеры, и активисты города, и администрация в том числе, вот как раз за вот этот, за порядок выступает. Ну вот будет ли, может быть, проект воплощения, да, это похоже немножко на Дмитриевский сквер? Или это, может быть, будет совершенно что-то иное? Ну, могу сказать точно, что как продолжение сквера Дмитриевского он будет, потому что эта территория находится рядом, и необходимо как-то их связывать друг с другом, и элементами благоустройства, и типами плиточного покрытия, ну и в целом, чтобы они выглядели единообразно. Как братья-близнецы? Или вот все-таки что-то будет, какая-то изюминка тоже? Смотрите, рабочий проект еще не разрабатывался. Я думаю, при разработке проекта, ну, единственное, могу что сказать, территория немножко поуже, чем Дмитриевский сквер, там идет только набережная, и, по сути, от подпорной стенки больше там особо ничего не придумаешь, к сожалению. Но в то же время, в целом, она будет продолжением Дмитриевского сквера. Обслуживается сейчас она также в муниципальном контракте, и по санитарному содержанию, и по уборке. Сейчас, в настоящий момент, проводятся мероприятия по формированию земельного участка, чтобы мы уже на всех законных правах могли ее благоустроить и выполнить проект. Давайте о других возможных преображенных зеленых зонах в рамках данного голосования, его результатов. Вот расскажите, пожалуйста, о сквере имени Рахманинова. Что планируется, что там сейчас, в каком все состоянии находится? Сквер Рахманинова — это территория в западном внутригородском округе на пересечении улиц Дзержинского и Морской. Небольшая территория, которая больше является такой прогулочной, транзитной, без каких-то детских спортивных площадок. Это как тихая зона для отдыха будет. И, соответственно, такой же мы делаем проект. В настоящий момент, конечно же, там и покрытия все твердые в плачевном состоянии, и малые архитектурные формы необходимо заменять. Поэтому мы эту территорию предложили, и мы ее, естественно, поддержали для участия в этом рейтинге в голосовании. Волнует еще меня, ну, как волнует, я думаю, что и, в принципе, многих горожан тоже. Вот эта вот территория, так называемый, да, сквер имени Гатова. Вот почему, на ваш взгляд, важно обустроить эту зону зеленую? Ну, сквер Гатова — это одна из таких ключевых площадок центральной части Карасунского внутригородского округа, а на которой проводятся рядом из Дома культуры премьера различные мероприятия, и детские, и в целом окружные какие-либо мероприятия. А рядом располагаются различные общественные здания и сооружения, и жилой сектор большой. Также на эту территорию в прошлом году перенесли фонтан с кинотеатра «Авроры», плоскостной фонтан, который уже функционирует у нас, зон фонтанов уже открыт, и, соответственно, уже дети могут так же, как у кинотеатра «Авроры», приходить на эту территорию и бегать между струей воды. Единственное, конечно, водотехническое, поэтому надо соблюдать меры предосторожности и следить за этим родителям. А так территория, конечно, уже, да, и плиточное покрытие уже пришло в такой неблагоприятный вид, зеленые насаждения нужно добавлять, и в целом ту территорию, которая сейчас зеленая, не обустроена, ее тоже нужно приводить в порядок. Я думаю, что обязательно все получится, но когда это будет, это будет прекрасной возможностью для артистов творческого объединения «Премьера», вот перейти, наверное, из своего зала концертного, да, вот именно на улицу, туда, в скверы, я думаю, что эти концерты будут просто незабываемы, они будут собирать еще большее количество зрителей, конечно, когда снимут все, наконец-то, эти уже ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, которые, я думаю, что как раз к этому времени точно нас покинет. Ну, хорошо, а вот теперь, если поговорим о пригородных территориях, мы сейчас говорили, да, о зонах в Центральном округе, также в Карасунском, вот, ближе к центру, да, а если мы поговорим именно, допустим, вот возьмем сквер Казачьей Славы, расскажите, пожалуйста, о нем, о проекте возможном, или который готовится, или, может быть, уже на какой-то финальной стадии находится. Смотрите, сквер Казачьей Славы находится в Пашкамском микрорайоне, вдоль улицы Бершанской, по этой территории уже в работе проектная документация, однако есть некоторые моменты, которые могут ее немножко затянуть, потому что там есть и археологические раскопки, естественно, мы надеемся на лучшее, но все нужно предусмотреть, чтобы и соблюсти нормы законодательства, и в то же время никому не навредить, как говорится. А так территория давно требует уже благоустройства, там и покрытия в асфальтовом исполнении, уже старые и малоархитектурные формы, детские игровые площадки, все это нужно восстанавливать. Расскажите, пожалуйста, когда подведут итоги этого голосования? Вот 30 мая, последний день, когда жители нашего города, да и вообще всей страны смогут отдать свой голос за территорию, которая им кажется, на их взгляд, должна быть преобразована в самое ближайшее время, то есть в следующем году в приоритетную очередь, так сказать. Но все-таки, когда краснодарцы узнают, какие именно территории вошли в топ? Смотрите, все может немножко обернуться по-другому, как мы сейчас думаем. Пока план такой, то есть уже завершается голосование, передаются данные в администрацию с федеральной платформы этой, и мы проводим комиссию, утверждаем результаты голосования и их публикуем. То есть это в течение следующей недели. Но может произойти по-другому, может на федеральной площадке уже онлайн вывесят все итоги голосования, и, соответственно, люди практически сразу после его завершения, может в течение суток, узнают уже о его результатах. Пока еще не знаем, как будет это проводиться, поэтому, на мой взгляд, два варианта будет. Артем Анатольевич, в конце нашей программы, пожалуйста, еще раз повторите для наших телезрителей алгоритм действий, где нужно зарегистрироваться для того, чтобы проголосовать и на какой сайт зайти. Ну, смотрите, для голосования по зеленым зонам вам необходимо зайти на сайт 23.городсреда.ру. Там у вас отобразится уже страница администрации Краснодарского края, то есть наш регион, потому что мы изначально вводим 23. И в дальнейшем мы выбираем муниципальное образование, город Краснодар, и уже выбираем зеленую зону, за которую нужно проголосовать. Мы посмотрели все зеленые зоны, выбрали понравившуюся нам территорию, либо территорию рядом с местом проживания, нажали на клавишу «Проголосовать». Есть два варианта. А, ну там нужно ввести фамилию, имя отчество, номер телефона, и можно проголосовать дальше, либо через портал «Госслуг», то есть подтвердить, либо нажать вкладку «Подтвердить персональные данные». Это более долгая процедура, насколько я понимаю? Да, оно на самом деле не настолько долгое, то есть могут люди голосовать и через «Госслуги», и через номер телефона. Я лично попробовал, чтобы посмотреть, насколько это долго, проголосовать через именно номер телефона, то есть не через «Госслуги», а по-другому. И на самом деле это не заняло очень много времени. На введенный запрос поступает телефонный звонок, где нужно указать последние четыре цифры этого номера, и, соответственно, тогда уже голос засчитывается, регистрация пройдена, и вы стали участником данного голосования. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вот как раз по этому алгоритму, который вы только что нам рассказали, наши телезрители сделают то же самое, проголосуют и выберут ту территорию, которую они считают самой важной, да, именно вот для них. Ну и, конечно, посмотрим уже итоги после 30 мая. Будем наблюдать и следить за ходом событий. Спасибо вам. Пожалуйста. Напоминаю, в гостях у нас сегодня был начальник отдела комфортной городской среды Департамента городского хозяйства и ТЭК администрации города Краснодара Артем Соломатин. Всего доброго и до встречи на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин